Добрый день, дорогие зрители! Сегодня мы с вами будем рисовать представителя земноводных, а именно жабу. Начнем мы, как всегда, с листа акварельной бумаги. Начартим границы и будем рисовать жабу, которая сидит где-нибудь в лесной подстилке в траве. В своем основе, в своей основе жаба, как такая немножко расплывшаяся груша. Довольно крупная голова, сплюснутая сверху и снизу, и в очень крупные глаза. Поскольку мы будем рисовать жабу мультяшной, мы немножко гипертрофируем как раз ее характерные черты, сделаем ее тело потолще. А глаза сделаем значительно крупнее и выкатим их совсем. Жабы и лягушки довольно близкие родственники, но у них очень много различий, как внешних, так и в их поведении. Сегодня мы будем рисовать, как кажется, жабу. В целом, по этому рисунку можно будет нарисовать и лягушку, посмотрев, какая раскраска вам понадобится. Но я буду рисовать именно жабу. Конкретно нарисую даже серую жабу или обыкновенную жабу. Это так называемая буфа-буфа по латыни. Серая жаба распространена как раз в России. У нас обитает по всей Евразии и даже в Северо-Западной Африке немножко. Это самая крупная жаба в Европе. Нарисуем жабе по разрез рта. И как раз наметим большие глаза на выкате. В отличие от лягушки, у жабы кожа более плотная, покрыта бугорками, так называемыми бородавками. Лягушки обладают более тонкой кожей и вынуждены больше времени проводить рядом с водоемами и влажными участками. У жабы же, за счет того, что их кожа более твердая и пропускает меньше влаги, жабы могут уходить от водоема значительно дальше. И обитают во влажных лесах, в лесной подстилке. Зарываются в землю. И добивают себе добычу также на земле. Кроме того, лягушка большую часть своего времени, если она не плавает, то она передвигается прыжками. А жаба же, несмотря на то, что строение у нее такое же, как у лягушки, то есть очень длинные задние ноги и очень коротенькие и смешно поставленные передние, она же большую часть времени передвигается, шагая. А прыгает только в крайних случаях. Питается жаба насекомыми, беспозвоночными, в основном те, которые обитают на суше, личинками этих насекомых. Добычу хватает языком, однако она не то, чтобы его выбрасывает, как хамелеон это делает. Она больше, конечно, движется вперед за добычей, а язык помогает ей в этом. Язык не очень длинный, выбрасывается вперед, и к нему как раз приклеивается добыча. Как и другие амфибии, жабы и лягушки зимуют. Жабы как раз часто зимуют в норах мелких зверей или прячутся под камнями и в корнях деревьев. Летом перед зимовкой жабы активно отъедаются, чтобы потом зимой не погибнуть от холода и истощения. Все процессы в их организмах очень-очень-очень сильно замедляются, потому что амфибии у нас хладнокровные животные. Они не могут поддерживать свою температуру тела и зависят от того, какая температура в окружающей среде. Для защиты от врагов жабы используют покровительственную маскирующую окраску. Жабы могут быть разных оттенков, но конкретно ту, которую мы будем рисовать, буфа-буфа, обыкновенную жабу, она будет у нас такая коричневая в пятнышках разноцветная, разный коричневый оттенок, который хорошо как раз сливается среди опавшей листвы и темной земли. Передние конечности у жабы достаточно толстые, коренастые и развернутые кистями внутрь при ходьбе. Создается ощущение, что жаба будто бы немножко косолапит. На передней конечности у жабы 4 пальчика, а на задней 5. Весной жаба выползает к водоемам, где как раз находит в себе партнера и размножается. Для размножения жабам, как и всем амфибиям, требуется наличие воды, водной среды, потому что жабы еще не полностью освободились от необходимости так или иначе пребывать в воде. Их икринки откладываются в воду, где как раз и проходит свой цикл. Появляются мальки, головастики так называемые. Головастик совсем не похож на взрослую жабу. Потом головастик проходит метаморфоз, его хвостик редуцируется, появляются лапки. И потом маленькая жабка выходит на сушу и дальше большую часть жизни проводит на сушу. Как раз сейчас мы начнем красить нашу жабу. Сделаем ее с нижней стороны с брюшка чуть посветлее, в светло-коричневую, а сверху сделаем ее темной. Также нарисуем на ней темные пятна, чтобы как раз создать маскирующую окраску. На коже у жабы есть множество желез, которые выделяют в том числе ядовитые токсины. Для людей они не смертельны и не очень ядовиты. Особенно если не лизать жабу и не облизывать руки после того, как потрогал жабу. А для многих млекопитающих, которые пытаются съесть жабу, это очень неприятный токсин. Есть крупные скопления желез, так называемые паротиды. Это бугорки на голове. У жабы за глазами располагаются такие выступы. Это скопление желез. Соответственно, если хищник схватит жабу, схватит ее как раз в районе головы, то железы выделят яд и хищнику придется отстать от жабы. Также жабы могут обороняться от не очень крупных хищников, принимая защитную стойку. Когда не очень крупное животное атакует серую жабу, она приподнимается на лапах и принимает такой угрожающий вид. На всех четырех лапах очень высоко поднимается и начинает раскачиваться взад-вперед. Для нас это выглядит смешно, но таким образом жаба будто бы увеличивает свой размер. И если она столкнулась с животным, которое близко к ее размерам, это действительно может напугать и отпугнуть хищника. Если же на нее нападает крупный хищник или, может быть, даже человек, то она больше старается замереть, затаиться и слиться с листвой, то есть воспользоваться именно своей защитной окраской. Существует легенда, будто бы если потрогаешь жабу, то у тебя появятся бородавки. Ничего подобного, конечно же, нет. Можно спокойно брать жабу в руки. Однако стоит учитывать, что у нее есть ядовитые железы, поэтому с жабой, конечно же, нужно обращаться аккуратно, чтобы животное не пострадало. И после общения с животным обязательно мыть руки. Вот у нас такая получилась жаба. Дальше мы сейчас дорисуем ей глаза и обведем контур. По такой же схеме можно будет нарисовать любую другую жабу или лягушку, которую вам захочется. Можно будет нарисовать какую-нибудь зеленую лягушку, травяную. Или можно будет нарисовать какую-нибудь фантастическую лягушку, которую вы сами себе придумаете. Сейчас мы добавим как раз пятнышек на тело нашей жабы. Добавим темных оттенков и вот так вот немножко поточкуем. Добавим полосочек. У жабы у нас немножко горизонтально вытянутый зрачок, то есть он не абсолютно круглый, а немножко овальный. Можно тоже это учитывать при рисунке. Форма зрачка несколько связана с тем, как живет животное. Жаба находится и живет в горизонтальной поверхности. И важно, чтобы видеть, что происходит по сторонам и сильно вокруг нее. Поэтому ее зрачок вытянут в горизонтальном направлении, позволяя обхватить больше окружающее пространство, чем при круглом зрачке. Дальше мы, как обычно, сейчас обведем карандашами, добавим немножко цвета и фона для желающих. Вот такая вот у нас смешная жаба получилась. Пятнышки можно добавить на пузике, можно поставить небольшие точечки, если у вас уже фон высох. И вот так вот растушевать пальцем. У жабы защитная краска, поэтому как раз такие не очень аккуратные пятна добавят ей нутрористичности и шармов. И сделаем еще вот здесь немножко пятнышек. Наша жаба почти готова. И вот такая вот у нас она получается. И нарисуем еще оранжевую радужку ей, яркую. Вот такая вот у нас жаба получилась. Спасибо за внимание.